Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты. И я, Ксения Куценко, смотрите в этом выпуске. Ответ перед народом. В Северном Казахстане стартовали отчетные встречи акимов всех уровней. Праздник без ЧП. Крещению в Петропавловске оборудуют купели, меняют автобусные маршруты и организуют дежурство спасателей. Порыв теплотрассы. В воскресенье без отопления остались малыши в детской областной больнице и жители нескольких многоэтажек. В Североказахстанской области стартовали отчетные встречи акимов всех уровней. В нашем регионе их будет 656. 34 из них в Мамлеутском районе. Какие проблемы волнуют жители Воскресеновского сельского округа, узнавала Кристина Горбаченко. В Воскресеновский сельский округ входят три населенных пункта. Искра, Становое и Воскресеновка. Живут в них больше 1300 человек. В последнем мы увидели очищенные дороги, ухоженные дома. Вопросы местных жителей пытается решать Нурлан Кусаинов. У полковника в отставке стаж госслужащего больше 20 лет. Акимом сельского округа работает 3,5 года. В 2016 году на отчетной встрече Акима округа, Акима района, один из вопросов жителей села прозвучал вопрос ремонта поселковой дороги по улице Куликовска, село Воскресеновка. По программе развития регионов было выделено 1,171,000 тенге, которые были успешно освоены в июле месяцы. Вторым вопросом был отстрел бродячих собак. Также по договоренности с ветстанцией был произведен отстрел. Им была выделена необходимая сумма. Еще одна просьба в 2016 сельскому Акиму поступила от жителей Искры. Они жаловались на плохое уличное освещение. Проблема оказалась в перегоревших лампочках. Их помог заменить руководитель крестьянского хозяйства «Союз». О проделанной за год работе и задачах на 2017-й Нурлан Кусаинов рассказывает жителям села Становое. В округе зарегистрирован 61 субъект малого и среднего бизнеса. В основном это агроформирование. В округе производится закуп молока у населения. ТО «Молокомплект» ИП «Голевец» осуществляется подрос участия из села Становое. Искра в Воскресеновскую среднюю школу. ИП «Леднев». В округе имеется убойный пункт ИП «Богданов», осуществляется закуп и забой скота. Два года назад в Становом на грани закрытия была начальная школа. Сейчас учеников стало больше. Работает мини-центр. Старшеклассники ездят на занятия в Воскресеновку. Решаются вопросы и в здравоохранении. В прошлом году на смену уволившемуся фельдшеру пришел новый. Медпункты есть во всем сельском округе. «Я в прошлом году закончила Петропавловский медколледж. Приехала по программе с дипломом в село в Становом полгода. Для работы есть все необходимое. Медикаменты привозят вовремя. Мне нравится. Люди здесь отзывчивые». Дороги зимой в селах чистят аграрии. А воду в округе централизованно подают в накопители из мамлюдки. По дворям ее подвозят три раза в неделю. Сегодня к Акиму округа у сельчан вопросов не было. «Дрова березовые, уголь хороший, пенсию вовремя дают. Слава Богу. Магазин каждый день хлеба привозят. Все есть. Скорую вызываем. Скорая приезжает». «Работу Акима Нурлана Мукожановича я считаю удовлетворительной, потому что при каждом обращении к нашему Акиму он всегда идет навстречу, всегда решаются вопросы. Но я надеюсь, и в дальнейшем у нас не будет никаких проблем». В прошлом году в округе зарегистрировано 7 преступлений. В 2015-м было чуть больше 10. В Мамлюдском районе 12 сельских Акимов. Один городской и районный. Они проведут с населением 34 встречи. А в области отчетов исполнительной власти перед населением будет 656. Итогом станет диалог североказахстанцев с главой региона Ериком Султановым в середине февраля. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Теплотрасса не выдержала. По улице Муканова в воскресенье текли горячие потоки. Без отопления остались детская областная больница и ближайшие многоэтажки. Кипяток пошел вниз по улице Пушкина в район Косогор. На месте ЧП побывала наша съемочная группа. В воскресенье в Петропавловске произошел крупный порыв трубопровода. На этот раз не выдержала теплотрасса около детской областной больницы. Горячей водой затопило несколько окрестных улиц. Случайные свидетели снимали происшествие на мобильные телефоны. Здесь, на улице Пушкина, под толстым слоем воды не видно асфальта. А так выглядел вчера вечером частный сектор района Косогор. Вода добралась и туда. Шокированные жители не понимают, что происходит. Вооружившись лопатами, своими силами пытаются увезти горячие потоки подальше от домов. В воскресенье из-за порыва трубы, а температура воздуха тогда была около 20 градусов мороза, без тепла остались несколько многоэтажек, 49 частных домов и детская областная больница. В отделениях установили обогреватели. Примерно через час после аварии на место приехали две бригады ТО «Петропавловские тепловые сети». Работали порядка 20 человек. Параллельно коммунальные службы убирали наледь, откачивали воду из канав. У нас постоянно здесь дежурят и днем, и ночью две бригады находятся. Оперативно выехали туда, закрыли, отсекли место повреждения. В течение где-то, после отключения где-то полутора часов поставили, заблиновали трассу. Вскоре теплоснабжение было восстановлено. В первую очередь подключили детскую областную больницу, потом многоэтажки. Несмотря на это, работа аварийных бригад продолжается до сих пор. Они меняют около 30 метров трубопровода. Генеральный директор Петропавловских тепловых сетей отметил, время эксплуатации старой магистрали подходило к концу. Этот срок сократила близость грунтовых вод. Там просто рядом проходит много кабелей по дороге, и вот эти бурждающие токи от кабелей, они влияют на структуру трубы. И вот там повреждения вылезли. В 2018 год запланирована вот эта теплосети, реконструкция с установкой предизолированной трубы. А сейчас пока поменяли на новую. В Петропавловске в критическом состоянии находится больше половины теплотрассы, отметил гендиректор. Износ составляет почти 66%. Напомню, это не первое водное бедствие, обрушившееся на Петропавловск за две недели. В новогоднюю ночь, а после и 11 января, по улице Макжана Жумабаева произошли порывы водопровода. Сегодня аварийные работы здесь завершили. По данным пресс-службы Козыл-Жар-СУ, подача воды во всех домах восстановлена. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Грандиозно низкие цены. До 27 января приобрести продукцию Елатомского приборного завода можно на 20% ниже обычной стоимости. Акция стартовала 16 января. Какие аппараты из серии «Домашний доктор» пользуются популярностью среди петропавловцев, расскажут наши корреспонденты. Новогодние праздники закончились, а вот подарки и нет. Еще один приготовил для североказахстанцев Елатомский приборный завод. Свою продукцию он предлагает приобрести по грандиозно низкой цене. Скидки до 20% с сегодняшнего дня действуют на весь ассортимент товара. Мавит Алмак Диамак. Каждый физиоаппарат для своего недуга. Унилор, к примеру, помогает при простудных заболеваниях. Это аппарат очень необходимый, я считаю, в осенне-земний период, когда начинаются простудные заболевания, когда всевозможные ОРВИ, ОРЗ начинаются. Аппарат имеет тепловое воздействие магнитом и красным светом, то есть фототерапия. Показан при заболеваниях верхних дыхательных путей, таких как гайморит, танзелит, ринит, айтит, вот такого плана. Профилактика гриппа очень хорошая. Аппарат также очень прост в применении. А вот хит Елатомского приборного завода – аппарат Алмак. Он будет полезен вне зависимости от сезона, благодаря своему широкому спектру применения. Аппарат магнитотерапевтический основан на бегущем импульсном магнитном поле. Алмак показан при большем количестве этих заболеваний, то есть по организму полностью, в целом, начиная от сердечно-судистой системы, такие как гипертоническая болезнь, постинсультное состояние, заканчивая венозно-барикозной системой. Также входят показания бронхиты, пневмонии, заболевания желудочно-кишечного тракта, неврологические заболевания, защемление нервов. А главное – аппарат очень прост в использовании. Физиотерапию на дому оценили многие североказахстанцы. Валерий Науменко пять лет назад приобрел Алмак. Аппарат стал настоящим домашним доктором для всей его семьи, отмечает пенсионер. Сегодня он пришел в аптеку «Сердечная» за вторым прибором, более компактным. После консультации со специалистом выбрал магафон. Сейчас пришел, еще за одним, только теперь уже, который поменьше, чтобы удобнее было. У того, допустим, на плечи, давление снижая суставы, невралгия, межреберная, вот тоже раз, раз в пять и сделаешь, легче. Никуда ходить не надо. Приятным бонусом стала сниженная цена на прибор. Кстати, купить продукцию Елатомского завода по сниженной стоимости североказахстанцы могут до 27 января. Акция проходит во всех аптеках «Сети Сердечная». Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. В Петропавловске подвели итоги конкурса «Раздави яйцо одной левой». С 1 октября до конца года его проводила компания «Айкус». За главный приз – телефон-айфон в борьбу вступили порядка 90 человек. Что нужно было сделать, чтобы стать участником конкурса, расскажет Денис Сивков. 116 миллионов штук яиц выпустила ТО «Айкус» в прошлом году. Это на 20 миллионов больше, чем в 2015. Свою продукцию выпускают под брендом «Якорская». Яйцо «Якорское» у нас производится с 2016 года. Это новый бренд, который мы предлагаем в трех вариациях. Это вторая категория. Первая категория – «Якорская хэштег ПП». И высшая категория – наша новинка – «Якорское био». Это яйцо, которое производится по специальным технологиям. В целом бренд «Якорское» отличается от простого яйца добавлением молотой кукурузы, молотого красного перца и цветы бархатцы в составе при кормлении куриц используются. «Якорское био» обогащено витаминами. Оно рекордсмен по размерам. А вот яйцо под брендом «Хэштег ПП», что означает полезное питание, идеально подойдет для рациона спортсменов. В нем оптимальное количество белка и витаминов. Яйцо птицефабрики уже успели полюбить не только в Североказахстанской области, но и в других регионах, а также в соседней России. Например, вот эта фура, а в ней загружено 750 коробок, по 300 штук яиц, отправляются в Усть-Каменогорск. В ближайшие дни в Алматы поедут сразу две фуры. С юга всегда поступают большие заказы, говорят на птицефабрики. Чтобы привлечь внимание клиентов, ТО «Айкус» не только уделяет особое внимание качеству своей продукции, но и проводит масштабные пиар-компании. «Прости, я хочу айфон». С 1 октября по 31 декабря проходил конкурс «Раздави яйцо одной левой». В нем участвовали североказахстанцы и жители Усть-Каменогорска. Главным призом был объявлен айфон 6. Человек, приобретая продукцию якорьского хэштега ПП, должен был снять на видео, собственно, упаковку, само яйцо, и раздавить левой рукой это яйцо, выложив это видео под хэштегом «хочу айфон» на своей страничке в инстаграм. С заданием конкурса смогли справиться больше 80 человек. Каждому присваивали номер лотереи. Победителя компания «Айкус» выбирала с помощью генератора случайных чисел. Им стал Петропавловец Бахтияр Стыкулов. «С огромным удовольствием хочу вручить вам ваш заслуженный приз. Спасибо большое». «Айфон 6s, 32 объема памяти гигабайт, держите. Поздравляю вас, участвуйте в наших конкурсах». Впервые о яйцах-якорских хэштег «ПП» я услышал в рекламе по радио. Решил купить как-то, попробовать. Они оказались очень вкусными, а цвет желтка ярко-желтым. О конкурсе я узнал о социальных сетях. Конкурс называется «Одной левой». Решил снять видео, поучаствовать. Как бы, ну, на победу не ожидал. В этом году компания «Айкус» готовит для своих покупателей новые акции. Ну а кроме креативных идей, у производителя по плану выпустить в 2017-м 120 миллионов штук яиц. 47 из них под брендом «Якорская». Денис Севков, Рустам Тлюжанов, новости МТРК. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами, впереди еще много важных и интересных тем. Новый год с новогодними скидками 50% на все. Ярмарка российской меховой фабрики «Армада». Только с 18 по 22 января. Норка от 189 тысяч тенге. Мутон от 35 тысяч тенге. А также нутрия, каракуль, головные уборы. Беспроцентная рассрочка. Кредит. Адрес улица Киншинбаева, 22. Областная филармония. Бывшее метро. Как часто у вас возникает необходимость встретить в своем городе важного гостя, например, друга, делового партнера, коллегу, а может, дорогих родственников? Как создать для них уютную домашнюю обстановку, чтобы гости почувствовали, что их ждут с теплом и радушием? Чтобы их встретили в аэропорту, либо на вокзале, привезли в апартаменты, вовремя разбудили, накормили, предоставили интернет и спутниковое телевидение? На протяжении более 17 лет компания «Паркхаус» помогает в решении этих вопросов с помощью комфортных апартаментов помогает людям чувствовать себя как дома, набираться сил к следующему дню, отдохнуть на широкой кровати, приготовить себе еду, пользоваться интернетом, принять горячую ванну, наслаждаться просмотром любимых передач за кружкой горячего чая. Все, что вам нужно, это просто зайти на сайт parkhouse.kz и забронировать себе квартиру онлайн на нужное время и дату. Гостиничная компания «Паркхаус». Будьте как дома! Вы смотрите новости и мы продолжаем. 19 января православные всего мира отметят крещение Господне. По традиции в этот день верующие купаются в проруби и набирают святую воду. Как идет подготовка к празднику, где можно будет совершить обряд, а также о дополнительных автобусных маршрутах расскажет Денис Севков. Троекратно окунуться в прорубь и набрать святой воды. Такая возможность североказахстанцам предоставляется каждый год 19 января, в день крещения Господня. Совершая обряд, православные могут избавиться от грехов и неудач. В этот день мы вспоминаем явление Христа народу, потому что по сути своей в этот день он вышел на общественное служение, служение земле, миру, людям и принял крещение в водах иорданских. Четыре дня на городском пляже идет подготовка к крещению. Коммунальщики уже очистили территорию, здесь петропавловцы будут совершать таинство и набирать святую воду. Подготовка к крещению идет полным ходом. Здесь на городском пляже уже прочертили кресты, где можно будет сделать забор воды. Их, кстати, семь, пять из которых маленькие и два большие. Также прочертили три купели, где можно будет совершить обряд. Важно помнить и о технике безопасности. 19 января здесь будут дежурить 40 спасателей. По словам сотрудников ЧАЭС, в день крещения Господня на льду одновременно могут находиться максимум 200 человек. Это связано с тем, что толщина льда в этом году на 10 сантиметров меньше, чем в прошлом. Сейчас она составляет всего 20 сантиметров. Чтобы не переохладиться после омовения, нужно хорошо обтереться, зайти в теплое помещение и выпить горячего чая. Выход на лед для забора воды, для купания. Необходима обувь теплая, непромыкающая. Запрещается употреблять алкогольные напитки, также выходить в пьяном виде на лед. Помимо этого запрещается самостоятельно прорубать купели для купания, в одиночку купаться или проводить забор воды в одиночку. 19 января изменится схема движения автобусных маршрутов. На городской пляж североказахстанцев доставят «двойка», «шестерка» и «двадцать первый», а в речпорт поедут «двадцать четвертый» и «двадцать пятый». А пока у православных продолжаются рождественские калятки. В областном русском драматическом театре имени Николая Погодина прошел праздничный музыкальный вечер. Там побывала и наша съемочная группа. Церковные калятки и песни. У православных продолжаются рождественские святки. Поздравить христиан с великим праздником в областной русский драмтеатр пришли творческие коллективы области и священнослужители. На нашей благословенной семье с 7 января тоже родился Христос. Я надеюсь, что Христос родился не только в храмах, Он родился в доме каждого доброго человека, жителя нашей казахстанской земли. Всех поздравляю с праздником и надеюсь, что сегодняшний концерт будет не последним, во-первых, а во-вторых, будет радостным для всех, кто пришел сегодня сюда. Своим выступлением вечер украсила певица и композитор Яна Богова. Она организатор сольных благотворительных концертов. Я всех поздравляю с рождительскими праздниками. Я от души желаю, чтобы ваши исполнялись желания всегда, особенно в эти сказочные дни. Пусть вашим желаниям сегодня будут открыты небеса. Рождество в Казахстане всегда празднуют масштабно. Его любят отмечать люди разных национальностей и конфессий. Хочется поздравить всех православных христиан со всеми праздниками, с рождественскими, пожелать им крепкого здоровья, мирного неба над голубой. Это единый всенародный, международный праздник наш. И вот мы все празднуем его. С праздником еще раз. Я хочу пожелать людям, чтобы они были здоровыми и добрыми. Я желаю, чтобы они не оболели. Хочется пожелать всем североказахстанцам, чтобы был мир, чтобы была дружба. Мне очень приятно, что вот у нас, в северном Казахстане все дружат, все народы. Столько национальностей и все в таком мире в уважении друг к другу живут. Рождественские святки заканчиваются 18 января. На следующий день православные будут отмечать Крещение Господнем. Жан Сулута Стемирова, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Далее о спорте. Три победы подряд на своем льду. Кулагер уверенно начал год. Как прошли очередные матчи регулярного чемпионата Казахстана по хоккей с шайбой, расскажет Анжелика Воронина. Чтобы подготовиться к этой игре, у Кулагера было всего два дня. Хоть и противостоит нашим аутсайдер чемпионата столичная команда Астана, но выложиться надо по полной. Пятая строчка в турнирной таблице – не тот результат, к которому стремятся наши хоккеисты. Пора вырываться вперед. Я болельщик команды Кулагера. Я верю, что они выиграют. Кулагер вперед. Смотря прошлые игры Кулагера, я считаю, что Кулагер должен сегодня выиграть, потому что последние матчи провели очень хорошо. Встречу Кулагера и Астана начали не так активно, как ждали от них болельщики. После первой 20 минутки в счете мы проигрываем 0-1. Во втором периоде кулагеровцы вырываются вперед. Дальше игра становится динамичней и напористей. В основное время Кулагер одерживает победу. Счет 3-2 в пользу скакунов. На следующий день кулагеровцы уже больше уверены в себе начинают с контратак. Аутсайдеры чемпионата все силы тратят на защиту. На девятой минуте скакунам удается открыть счет. Но ответная шайба вскоре оказывается и в наших воротах. На табло 1-1. Во втором периоде были и атаки, и голевые моменты. Но шайбу не забросил никто. Решающей стала последняя 20-минутка. Сначала Иван Иванов точным броском выводит кулагеровцев в лидеры. А за две минуты до окончания игры скакуны еще раз доказывают свое превосходство. Матч заканчивается победой Петропавловцев со счетом 3-1. Команда молодая, конечно, не хватает мастерства, но желание, характер у них присутствует. Поэтому бегают и стараются. Ну, тоже хорошо играть в активный хоккей. Следующий матч наша команда проведет в Павлодаре 18 и 19 января. Соперником кулагера будет Иртыш. Сейчас наши скакуны поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. В их активе 71 очко. Анжелика Воронина, Желудызбек, Ермуканов, Новости МТРК. Эффектные поддержки и прыжки. Больше полутора сотен юных акробатов собрал международный турнир памяти заслуженного тренера КАС СССР Анатолия Ямпольского. Ребята до 17 лет из четырех стран соревновались на дорожке, батуте и ковре. За яркими выступлениями наблюдала Александра Солмина. Взлеты и падения, радость и слезы – все это акробатика. Ведь спорт красивый, но рискованный. Александр Шашков из Петропавловска, говорит, влюблен в нее с пяти лет. Сегодня выступает в прыжках на дорожке. С задачей Александр справился. Я начал много ездить на соревнования. И мой тренер сказал, что я должен ехать на чемпионат мира. Съездил я, занял шестое место в Дании. Ездил на всероссийские турниры, международные. А это уже групповые выступления. Первыми на ковре свое мастерство демонстрируют петропавловцы. С волнением пара справилась и показала, на что способна. Готовится выполнять программу и трио из Павлодара. Уверенности спортсменкам придает поддержка друзей. Девчонки, вперед! Грация артистичности, отработанная техника. Это основа хорошего выступления, считают Алла, Катя и Велена. Вместе они уже три с половиной года. Говорят, понимают друг друга без слов. Помогает нам это сделать красиво. Несколько раз отработав, получается. У нас самый трудный элемент – это два на спину. У нас верхняя боится немного, но она с первого раза, когда сделает, и все, отлично получается. Стремимся выше, потому что все-таки хотим выезжать. Мы выезжаем, мы были вот в Китае, хотим еще. А самая заветная мечта спортсменок – Олимпийские игры. И это возможно. Многие из участников турнира – будущие чемпионы, говорят организаторы состязаний. Своё мастерство сегодня демонстрируют свыше 150 спортсменов из разных стран. Рассказывает Андрей Ямпольский. Сын и преемник родоначальника акробатики в нашем регионе Анатолия Ямпольского. Приехали спортсмены из 12 городов. Четыре страны – Россия, Киргизия, Узбекистан, ну и, естественно, и Казахстан. Все спортсмены до 17 лет. На спортивной акробатике обращаем внимание на технику исполнения и артистизм, и артистизм, то есть красоту исполнения. На дорожке и на батуте, конечно, большую роль играет техника. Ну и чистота исполнения тоже. Сегодня в области акробатикой занимаются больше 200 ребят. 10 из них входят в сборную сильнейших спортсменов страны. Александра Салминарус, Тамтли Ужанов, Новости МТРК. В Петропавловске стартовал заключительный этап игр открытой лиги мини-футбола среди любительских команд. Лучшая сборная получит шанс участвовать в республиканском первенстве. Среди лидеров городских соревнований – клубы «Динамо» и «Сибирь». На матчи побывала Ольга Файзулина. Матчи открытой лиги по мини-футболу стартовали в октябре прошлого года. В них участвуют 24 команды. За пару месяцев они провели больше 150 встреч. Сейчас заключительный этап. Команды разделили на две группы. Одна из них будет бороться за победу в первенстве, другая – за право остаться в турнире. Наш турнир по итогам 2016 года стал обладателем номинацией как лучший имиджевый проект. И я думаю, это действительно показатель того, что сегодня развитие мини-футбола в Североказахстанской области – это актуально. Это показывает успешность проекта и действительно заинтересованность молодежи во влечении в здоровый образ жизни. Лидер турнира – команда «Динамо». В течение трех лет она побеждала в областных любительских турнирах. Сейчас у них матч с клубом «Сибирь». Оппоненты начали активно. Забили первый гол в ворота лидеров. Спустя пару минут «Динамо» сравнял счет. 1-1. Команда уходит на перерыв. Мы играли пятером. Еще двое ребят у нас на сборах в футбольном клубе «Казажан». Поэтому начали играть. Первый тайм отыграли. Практически всего одна замена была. Второй тайм начался с атак в ворот команды «Сибирь». Вратарь пропускает шесть мячей. Со счетом 7-1 побеждает команда «Динамо». Начали вяло очень. Но потом взяли игру в свои руки, забили. Отыграли, забили. И во втором тайме сами уже видели, что толка моментов не было у «Мамлютки». Точнее, команда «Сибирь». И показал наш класс, что не зря мы не первый год уже чемпионы. Впереди у команд еще шесть матчей. Заключительные игры пройдут в конце января. Победитель первенства поедет на республиканские соревнования в Астану. Ольга Файзулина, Жулдусбек Ермуканов. Новости МТРК. Это все, о чем я и мои коллеги хотели вам рассказать. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!